вот можно вот этим утром мы не обнаружили кик следов так и вы марки и часа мы не видели чтобы кто-то выходил ходил и выходил никакие силы борьбы тоже не даже ее сестру которая спит в той же кровати ничто не потревожило колдовство какой-то колдуны открыть путь туда надо чу бля не успел прочитать колдовство колдовство действительно трескова флита жертва причин смерти неизвестны люди талифа стены исчезла так че за фигня не говорю что идти туда зачем стесняюсь спросить тузовский шторм прощадил на хорошо но похоже погубил здравый рассудок капитана и все кто поддерживал ее стремление плыть дальше после того как ребека и величие величие это видимо корабль повернули обратно в англию за несмотрительность она всех ждет несопоставимая по тяжести расплата если мы не откажемся от этого безнадежного предприятия и не плывем отсюда со всеми запасами провизии и только сможем собрать этого на чем говорит типа они приехали на тот остров что-то пока непонятно ни хрена на самом деле так уж и много ништяков осталось так здесь где-то были испанцы в принципе можно круга ля завернуть и видимо валить во тьму пахнет пахнет яйцами или дикаренко у и чё-то зло это медведь нам любезно предоставили водички на пицце то есть можно это 4 взрывчат это огромный солдат это кстати жопа доставит нам неприятности там еще и два испанца это уже пахнет как мои носки а там стоп его надо будет очистить привет привет ой 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 schb ой зачем я вылез ой шу-х-х ой 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 а че так можно было и кнопки путаю я не успел протечь там было открыл ford а нет да здесь надо сначала очистить руды запечатаны какой-то порчи результаты все пути открыты вот наверно что было написано маски шторм это мы помним южные ворота странной порчи косяк один здесь рассказал мистеру брэндона что в одной что в одной великом а в одном тубле но великим коррес который лежат войны где-то на западе якобы можно идти в изобилии медь и жемчуга высокого качества само собой эта история продолжила породила оживленнейшие обсуждения и домыслы среди всех слышавших ее но в племени поговорят также что там обитает привидение и вас остановила место проклята хранятся тенями был их жить ну на самом деле после всего этого я не удивлен и зимний закон а ну да стоит посадить попить и не стоит секрет лишь 5 копий лишний и пожалуйста ништяки где-то здесь стран теперь меня ведет сюда видимо вел меня все-таки не к этой женщине для призрака а просто ведет к уликам и ништякам обычный пистолет треснувший большой лук неинтересно треснувший большой грубой пистолет обычный пистолет сто десять восемь пять большую большую можно маленький пожалуйста но спасибо это бомба наверно это по идее можно очистить только футу на форте на этом порчу на улице и житель и собак сходят стоны тогда мы не будем его трогать как она ведь весьма ценное ожерелье из золота стопа зами где ломбард среди камня остатки женщины король длинных темных волос еще держится на распаящимся черепе в обувь дыра от пули это наша марта результат фунта все улики найдены все пути открыты ожерелье остопазм верта убитым выстрелом неодинаковый да странная фигня время надписей нет все могилы найдены безымянная на здесь призрак есть призрак и здесь видимо на трупах призраки хотя здесь не было трупа очень просто идем за ништяками от еще несколько столбов точно я попал короче больше нет испанцев здесь такой же стол а вон записка пиксель-ханкин блять ну вот экспанс почему лорд губернатор признал нам собрать обезьянцы бедушки спрятать их в лесу подальше от поселения тадима то какое благо можно принести такие меры лишь еще больше отличают население уже измученная голодом болезнью и постоянными налетами испанцы лорд губернатор это было три стороны видимо местные испанцы а кто еще колонисты так страшно все сундуки с сокровищами найда по 3 монет прятали сокровище так секунду блять какие то не заметил а некоторые члены света подозрительно относятся к угощения местных жителей но я полагаю сумел убедить их в необходимости принять дары ибо мы не можем рассчитывать что сэр кристофер успеет снарядить корабли с припасами достаточно скоро и те успеют прибыть к нам из англо видимо это клонисты из англии раньше чем нам будет от них прок с помощью нам грозит голодная смерть до весны все обрывки страниц найдены и теперь видимо надо быть в колокол лопаты у нас нет дима на другой локации он молодая привет может быть моя сестра не ко мне вопрос а тебе можно продать ты слышишь и большой лук дешевле метров сюда чтобы выбросить а можно продать цена продажи 20 как то можно почему выбросить 100 рублей за жидкостью да ты образил обычные мышки дешевый большой лук обычный большой урон 40 а у нас треснувший да да у нас треснувший большой лук так как продавать объясни выбросить что надо очень понятно я слышу большого теперь мы у тебя купим обычный большой лук и был таков попьем хотя на кой ну да ладно еще один уильям знаешь это жерель остапа отличный вопрос а можно узнать кто он хотя бы или видимо что сделал не так сразу про жерель начинает затирать а подожди это наш чел и есть который здесь стоял тогда ладно был неправ это жерель и марты и подарил ей его когда родился наш сын и нашел ее рядом с остатками застреленной женщины теперь я помню дошел ее теплым и солнечным утром на холме вместе рядом с ней взял ее за руку и говорил ей умирающий о нашем сыне когда ты похоронил ее да я думаю что ей лучше будет там чем рядом с фортом и прикрыл ее тело камнями отлично похоронил я хотел вырытие достойную могилу кто-то украл нашу единственную лопату а маленькой лопатки было недостаточно вот это я тебя понимаю и на самом деле очень громко звенит колокол аж по ушам дает улики жерель остапата вылина подарила жене жертву где-то выстрелом года 2 марта это очевидно результаты форта корабль из припасами теперь цель так марта будем покрыть марта в лесу тоже знаешь что ей там будет лучше все прекращай так здесь я понимаю опасно ходить теперь на самом деле достаточно светло не было куда темнее а че здесь нет ветра кстати ух ёб твою мать ты где еще предиктишь что ли ух ёб твою мать он явно предиктит но десятку все равно не так много как испанцы появляться херова над откуда наш первый столб вся будет мясо активировать его надо где он меня не заметил тупо все все что-то не то нет где-то да где-то видимо еще даже такой для и все все три чего надо достаточно легко да я крутой пойдем к марте сходим сначала так безмена могила на где-то здесь черный призрак это наша марта здрасьте где джон кто такой джон мой сын я с ним виделись последний раз мой муж у меня всего через ворота у меня камень в душе упал когда я увидела его я была так счастлива кто вы я я не знаю я не помню это жерелье из золота с топазами твое да значит ты марта как-то там теперь я помню ты вернул мне мое имя что с тобой случилось я помню как смотрела в ствол пистолета со страхом и удивленным удивительным спокойствием а потом я начала молиться найден некогда очень качественный и вероятно дорогой пистолет теперь проржаверший совершенно бесполезный очень жаль марта мне бы пригодился здесь стоп это имеет смысл его приветовать короче ну понял так это далеко здесь возможно будет черти посерьезней и блять 4 даже не вспотел и я думаю стоит сходить генри выберите последнее местоположение на карте чтобы вернуться а так можно и у твоей мать я так много не знаю об этой игре отвечая прошлого всеми ногами ходил курием марта беспокоится о вашем сыне началась от беспокойства как и я небольшим отрядом мы отправились в лес на его поиски там я услышал как георгий уорт звал его по имени и подумал что он в безопасности он помнит как ты она помнит как ты внес его в ворота да и тогда я говорила нельзя играть снаружи в одиночку потому что в этих призах опасно говорил ему что нельзя волновать маму ты знаешь этот пистолет помню как я вынул его из руки моего сына разогнув его сжавшийся пальцем говорил ему что нельзя трогать это без его разрешения нашел этот пистолет рядом с останками марты я проснулся и увидел что пистолет исчез я запаниковал выбрал наружу и стал звать часового он только что заступил на пост поэтому я разбудил георгий уорда егарит рублей идти имена язык сломаешь чтобы спросить его что он видел во время своей смены что он сказал я не помню видимо мне нужен георг грегори или как его нам болеть зовут чуток сложно люди марта мальчона следованию марта фунт генри были помнишь на прогноз на земле и выпустили пропал как проснулся заметила что наследного часа молима гоню тут за что и там будет лучше марта будет как и было наверно страшно и обычно спокойно смотреть было пистолетом у лим помнят как забрал пистолет у своего сына сказав ему что пистолет нельзя брать без разрешения может стоит сходить к марте да я наверно схожу к марте цене местоположение спрошу может быть она что-то мне скажет потому что этот кулакал реально бесит пирный валет плять пацаны зачем так делать марта марта где петрила парта пошла погулять ланов другому трупу по дорожке просто потому что могу мне говорят идти туда не так уж и страшно ну да здесь нас никто не ждет как и ожидал такой стилижат очень линейно парни будет ближе с форта или отсюда так погоди столб еще здесь столб она поднялась форта вы ее 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 теряемся отсюда видимо лежит наш часовой или ну который уже спал которого он пошел спрашивать и видимо он нам необходим он не пукнул я бы и не заметил по идее как они по одиночке не ходят мы там и расходим пары где 2 все но она убедил на вон какой-то призрак кстати белый марта была черной это имеет значение марта не безгрешно убежать твою мать сука а это пацан значит дороги в темноте а закола будет вести тебя домой да это мы мелкого кажется нашли стоит сходить час на стол и вернуться обратно лишь бы черепа этого не прилетела типом мини босс злой сука недобрый вот он стол оп а им плевать не получилось ой они тут есть ветер а ветер перемене применился приносит какой-то сильный запах чего я не успел прочитать поем чищеной от порчи странно он все равно все черные на хрень честь по ним узнаем что там за призрак на речи за пацан так погоди а вот припять эдмунд как-то там так и не вернулся из дозора подожди это не пацан похож на пацана и увиделись последний раз но встретились случайно слова калман затемнело он сказал что нашел рядом испанский ладель и показал кто ты георг георгий вот видимо его искал мужик выльем выльем разбудил тебя чтобы спросить что ты видел во время караулы знаешь эту тростниковую флейку давай сначала это я ответил что его жена ушла из порта сказав что идет прогуляться я подумал как странно что она надела на прогулку такое красивое жерелье напомню как ты звал по имени джона когда рыскал по лесам я таскал мальчишку на поляне он целился в дерево из пистолета он нажал на курок но ничего не произошло тогда он стал заглядывать ствол я крикнула его и побежал к нему изо всех сил я не помню звука выстрела только дым окутавшим его парикольно пацан застрелился между тростниковую флейту помню я думал как грустно будет здесь без музыки эту ему подарили подарил индеец когда услышал как он играет на ней я нашел я рядом со станкой мужчины убитого рядом с лагерем вот почему он больше не вернулся журнал обновлен исследование но это был убит недалеко от лагеря не вернулся не вернулся с под руля в районе 1 форта геннери резной ствол очищена торча подарили на этом не пиши шум его игрой карак столик на подозреваем пистолет у него забрал пистолет у своего сына скажу ему что в совет не забрать без разрешения что за странными на он постоянно носит его с собой это был эдмонд видимо мне туда то есть сюда как все-таки громко колокол херачит это как сохранениями в резаке нам сюда а он черный не рядом со станками кстати я должен доложить обо всем капитана это твоя флит тогда ты должна быть эдмунд годом да ты вернул мне мое имя георгий сказал что ты показывал им испанский лагерь я помню я указывал ему сквозь кусты на испанцев сидящих в огня мы начитали больше двух десятков человек я заказал ему карту который нашел в траве наверное ее утром унесло из лагеря он посерьезнен когда увидел ее и внезапно я решил спросить его что он делал здесь так далеко от форта что он сказал что он любит слушать как я играю на флейте немножко по 10 найдена черновая карта местности вокруг ворота генри с названием по-английски и испанскими условными обозначения видимо ее нарисовал англичанин а потом доработал испанец какая-то дресня намечается и зря игра битрейра называется да так пока я не забыл давай с тобой георгий эдмонд нашел эту карту рядом с лагерем испанцев теперь я вспомнил мы встретили случайно у холма уже темнело он сказал что нашел рядом испанский лагерь и позвал него потом он показал мне эту карту сказал что должен доложить обо всем капитану тебя встревожила эта карта потому что я ее нарисовал почему я католик хотя мне не пришлось хотя мне пришлось покляться что это не так чтобы попасть сюда я служил римскому папе а не королю еретику и моей матери было легче ждать меня дома благодаря испанскому золоту который я ей присылаю эдмонд не вернулся из зазора из-за этой карты я знал что я могу позволить им вернуться форт генри иначе меня наверняка повесят потом я подумал это уже никогда то уже никогда не слышу как он играет на флейте педрила исследование завершено составил карта в помощь испансам он шпионил в их пользу так как был одной с ними веры он убил одну на чтобы его предательство не было раскрыть короче этот убийца бит георгом убил эдмонда чтобы захоронить свое преступление в тайне как и нам что скажешь а тут сын нечаянно застрелил себе перерас помним небольшим отрядом мы отправились в лес на его поиски от лучшего как георгий я горе блять почему георгий откликнула его по имени и подумал что он безопасно потом я услышал выстрел помню как я вынул пистолет из игру к моего сына разогнувший воздавшийся пальцы говорил ему что нельзя потрогать его без мое разрешение а потом я закрыл ему глаза и пошел к марте в сказав что наш сын у меня нес его через ворота говорил что нельзя играть наружу в одиночку потому что в этих лесах опасно говорил ему что нельзя волновать маму а потом я увидел как ее улыбку облегчение сменяет отчаяние георги где горе блять сказал что марта утром ушла из форта на ней было ее ожерелье с топазами я понял что она собиралась сделать для чего она взяла на пистолет почему она надела то ожерелье обещал что я бежал через лес когда слышал выстрел так как и в предыдущий раз выстрелилась вот почему я похоронил ее здесь чтобы капеллан не назвал ее грешницы обреченной на вечной мухи не хотел чтобы они думали так как же ты объяснила ее исчезновение искала правду что нашла в лес и больше не вернулась домой и следование завершено так георги ворот нарисовал так испанцев понятно здесь было поселение испанцев жена были в марта не в силах пережить смерть сына дело пистолет мужа когда тот спал пошла в лес и застрелилась к хуям собачьим марта зрелась от гора после случайной смерти сына нашел жену когда застрелился оставив ее оставался с ней до ее смерти в смысле даже в голову себя шмальнула вспомнить как и самоубийцы будем походим марту в лесу убежать что и так будет лучше берут нашел джона в лесу или короче все педрилы один скрывает правду 1 застрелилась этот пидорас просто пидорас полюк марте сходим так не туда я слышал кто-то пукнул точнее его свита стеклянная бусина покой на мне и алина сразу конвертируется в деньги зачем не в ту сторону идти простить те видимо по призраку все равно хочу сначала к смартой почти попал почти не попал реабилитация пацаны накиньте стрел спасибо так мисс марта что-то я далеко ушел марта марта мать твою не хочется на разговаривать там же вроде должна подвести какой-то итог всего дерьма что произошло вот собака ладно пойдем с чуваком трещать вообще ведет другую сторону я очистил здесь холм это по-моему не сразу то есть сейчас не по идее надо убежать другую локацию уже если нибудь черкать пойду другую локацию и его здесь нет надо продавку локал стукнуть мне надоем как сразу все прекрасно стало молодой мне никогда было здесь а мне никогда не было здесь покойно не случится ли что-то плохого я узнал себе духа не дайте подарок обретишь что же ты узнал марта из стрелилась горя после встречи на сперте и сына поступив так она взяла нас звали на своему что двое больше груз печали и обреку его на одиночество наверное она была слишком себя любимой да сука так грегори был убит эдмунда они григори убил эдмунда чтобы не раскрыть что он подослан к тубликами шпигунь быть шпиону значит быть вечным желчком и лжецом невозможно быть слугой господа и в то же время лжецом да еще и убийцей какой подарок мисков это напряжет эдмонду это кстати хорошим чем ты даришь одну тебе понравится учиться играть не буду прежде учиться только когда ты будешь слышать и она какой-то дайте и подарил собака сутула здесь что продать грубый пистолет обычно у меня есть обычный пистолет да да грубым и продадим паси как counter-strike и пожалуй надо идти в другую локацию опять я накосячил суре доволить другую локацию и заканчивать на сегодня у испанцы начали ходить не пацаны давайте потом и думаю надо всем прощаться со всеми прощаться увидимся в следующий раз всем пока и Продолжение следует...